Уже скоро состоится торжественная церемония награждения ежегодной национальной премии «Алтын Жюрек». В преддверии этого мероприятия прошло заседание жюри общественного совета, в котором были выявлены главные благотворители 2018 года. Кто на этот раз будет в составе жюри и какая номинация была включена в программу премии, узнаем в следующем сюжете. Премия «Алтын Жюрек» существует в Казахстане уже 12 лет. На сегодняшний день она является единственной в Центральной Азии наградой за благотворительность. В этом году стало новостью, что у нас появилась новая номинация, это 12 номинация, называется «За вклад в охрану окружающей среды». Здесь могут участвовать волонтерские движения, организации, физические лица, которые помогают улучшить окружающую среду или же проводят на безвозмездной основе экологические марафоны. Поиск «Золотых сердец» среди добрых людей стало своего рода традицией. В этом году мы приняли за несколько месяцев около 300 заявок. С каждым годом, конечно, количество заявок у нас меняется. Многим, наверное, неизвестно то, что номинанты не подают заявку на участие в этой премии, как бывает в других конкурсах. Это делают лица, получившие помощь. Люди, которые номинируются в нашу премию, они не могут номинировать сами себя, получается, их номинируют другие лица. Например, эти могут быть люди, которые получили от этой организации, либо от физических лиц, которые им помогли в знак благодарности номинировать их в нашу премию. Наша главная цель – это мотивировать людей, мотивировать организации, делать больше добра. Из 300 поданных заявок экспертный совет жюри определяет 36 номинантов, 12 из которых будут награждены премии «Алтын Жюрек». Состав жюри каждый год у нас меняется. Мы желательно, конечно, выбираем таких людей, которые с разной сферой деятельности. Это могут быть и психолог, это могут быть обычные, например, сельские работники, да, либо может быть директор крупной компании, или же представитель СМИ, это может быть артист. Также в составе жюри был победитель 2011 года. Он выиграл в номинации за заботу об инвалидах. Я считаю, что это огромная работа, которая идет на пользу всему государству и нашему обществу, потому что о благотворительности можно и нужно говорить. Каждый раз, когда кто-то проявляет в своих поступках акт милосердия, благотворительности, об этом должны узнавать все, потому что это побуждает и других людей действовать аналогично. Напомню, что торжественный вечер состоится 27 октября. Гуляй на Аксенкарте, Мирбек Нугманов, Headliner.